Заложить аллею было решено в самом центре города, у бывшего Олимпийского медиа-центра. Этот сквер стал излюбленным местом отдыха сочинцев и гостей курорта. Внести свой вклад в зеленое убранство этой зоны решило руководство холдинга «Евразийский» при участии Сочи Водоканала. В честь своего 20-летия сотрудники одного из крупнейших предприятий в области водоснабжения и водоотведения высадили здесь 20 деревьев магнолии, которые считаются символом Сочи. В честь и посадить свое дерево удостоились лучшие сотрудники Сочинского водоканала. У нас будет самое красивое дерево. Вода и жизнь, и деревья – это все рядом. Вот это вот простая идея о том, что главное – это делать то, что будет радовать людей. А водоснабжение – это и есть необходимейшая часть жизни людей. И, как я и говорил, чем меньше о нас вспоминают, тем лучше, значит, мы работаем. Работа проведена грандиозная. Уровень аварийности в Сочинском водоканале заметно снизился впервые за последние 20 лет. Предприятие построило новую инфраструктуру и провело полное техническое переоснащение. В городе запущено несколько объектов водоснабжения и водоотведения. Реконструированы и проложены новые канализационные сети на ряде улиц. Мы даже не снижаем темпы, которые были взяты на период подготовки к Олимпиаде, проведению. Мы сейчас продолжаем наращивать темпы, потому что много работ нельзя было выполнять в связи с большой загруженностью города, коммуникациями, строительными работами. Сейчас в плановом режиме у нас очень большая программа. В торжественном мероприятии приняли участие не только отличившиеся сотрудники Сочинского водоканала, но и депутаты городского собрания Сочи, представители краевой администрации. Большое вам спасибо за то, что вы очень хорошо отработали предолимпийский период. Также прекрасно справились с задачей, когда проходили Олимпийские игры. Это говорит о том, что ваш коллектив очень серьёзный, и вам по плечу серьёзные и сложные задачи. В завершении праздника генеральный директор холдинга «Евразийский» открыл на аллее мемориальную доску.